В качестве экспонатов «Самовары» в Саратове открылся первый в области частный музей. На экспозиции представлено более 700 самоваров, привезенные коллекционерам из разных стран мира. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Мне подарил его один товарищ, у него у бабушки стояли. Он говорит, слушай, у меня у бабушки валяется там, у него какая-то шпулька лежит, иголки. Один из самых маленьких из семейства самоваров, но не менее ценный и любимый, говорит о так называемом «самоваре-эгоисте» коллекционер Семен Глозман. Экспонаты будущего музея члена семьи собирали на протяжении 30 лет. Каждодневные, парадные, дорожные, солдатские, семейные, трактирные. Для одиноких и для двоих. Такое разнообразие пузатых чайников удалось найти не только в России, но и в Европе, и Иране, и в Украине. Они все дорогие для меня, потому что дело же не в том, сколько стоит самовар, а его, так сказать, возраст, его форма, где он был, у кого он был, кем собирался, кем. Я поюшу эту историю знаю потихонечку. Поэтому здесь определить ценность самовара, они для меня все бесценны. В нескольких помещениях на полках буквально бок о бок стоят почти 800 самоваров. Эпоха создания этих медных шедевров варьируется от начала 19 века и до конца прошлого столетия. Помимо привычных самоваров для чая, здесь также представлены самовары кухни, кофейники, бульетки и фонтаны. Это первый вот такого масштаба частный музей, подчеркиваю, частный музей на территории Саратовской области. Но за два года это пятый музей, это, подчеркиваю, пятый музей. Поэтому город Саратов становится, кроме всего, что обладает как культурной столицей поможья, городом-музеем. Коллекция самоваров в новом музее – одна из наиболее полных в России. Выставка располагается в помещении на пересечении улиц Кутиково и Симбирское. Екатерина Ковальчук, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.